Реализацию крупного инвестиционного соглашения, подписанного в рамках Российского экономического форума в Сочи, на деле оценил глава курорта. Дать вторую жизнь предприятию несколько лет назад признанному банкротом – результат инвестиционной деятельности городских властей. На территорию зашел бизнес с серьезным намерением – возродить крупное производство. Этот актив на проводе все купило в том году, в 2016 году, в июле месяц. Но сейчас самое главное – восстановить запуск работы. Уже приобрели картофоры. Солевая база у вас расчет на обработку, да? Смотри, мы покупаем активы русской лозы именно по земельным участкам. Также будем поднимать их в винограднике, сбор и как первичка, так и вторичная. Очень важно, что найден инвестор, который заинтересован в сохранении основной деятельности предприятия. Ведь есть с чего начать и где развернуться. Мы здесь собираемся производить шампанский винный и винный напиток. Приобрели резервуар двигательного хранения – это СО2. Производственные площади и оборудование, так и не успевшее показать себя в деле, по сути стартовый капитал. Имеющиеся реанимируют, докупят современную технику и пойдет работа. Все отечественное, самое лучшее мы приобретаем – это Тамбурский комсоволец. Это будет шампанский комсоволец. Также сюда станет ликерка. Здесь будут еще производиться винный напиток газированный. Пока идет процесс лицензирования, в цехах тестируют линии по розливу продукции. На первом этапе объем производства составит полтора миллиона декалитров в год. Это два миллиона бутылок. В планах выйти на мощность в 20 миллионов бутылок в год. Здесь линия тысячная – это именно то, что линия русской лозы. Уже она практически готова к производству. Вот уже наша сила. Мы ее уже прогнали. Как только мы получаем лицензию, мы уже готовы, в принципе, начать в воздух тихих вин. Модернизация оборудования делается с расчетом на первичную переработку винограда. Сырьевая база частично будет создана на сельхозугодиях, принадлежащих винзаводу. На высадку молодого виноградника направят 350 миллионов рублей. В завершении встречи глава Анапы еще раз говорит о социальных обязательствах нового собственника. Это выплата долга бывшим работникам русской лозы, новые рабочие места и налоги. С появлением предприятия вторую жизнь получит бывший ведомственный поселок Киблерово. Здесь есть микрорайон, многоквартирные дома. Когда будет крупное предприятие промышленное, работа, они 100% возьмут на себя социальную ответственность. С одной стороны крупное производство, с другой новый туристический объект под всемирно известным брендом Абраудерсо.